Привет, друзья! Давно хочу начать часовую тему на канале. Более того, вы об этом достаточно давно просите. Но, скажу честно, мы пока не особо к этому готовы. Просто у нас нет постоянных партнеров, с помощью которых мы могли бы регулярно освещать эту тему. Но! Появились у меня очень редкие часы. И мне кажется, было бы правильно начать освещать часовую тему с рассказа именно о них. Ребята, это редкие, уже ставшие ретро-часами Casio G-Shock MRG-1 1996 года выпуска. В середине 90-х годов, стремясь увеличить число почитателей G-Shock в разных сферах, Casio расширяет свой модельный ряд часов. И в 1996 году, в рамках новой серии MRG, японский часовой бренд выпускает модель MRG-1. Эти часы были предназначены как для взрослых мужчин, так и для молодежи. Это были достаточно крутые часы, так как уже в то время корпус часов был выполнен из титана, что было определенной редкостью. Кроме того, часы имели весьма серьезную защиту, ну, в общем-то, в духе линейки G-Shock. И могли выдержать погружение на глубину до 200 метров. У MRG-1, конечно же, есть подсветка, таймер, секундомер, возможность включения часовых сигналов, куча будильников, но самое главное, что мне прям очень сильно не хватает современных часа, это телефонная записная книжка на 30 номеров. И вот это я считаю прям по-настоящему круто. Я понимаю, что мы живем в мире, где куча всяких современных гаджетов, типа Apple Watch или же с ними. Но я считаю, что настоящие часы не могут заряжаться каждый день от розетки. Это вот в корне неправильно. Ну реально, это полный бред. Но ладно, об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Я все это к чему? Можно запросто опасть в ситуацию, когда необходимо сделать звонок по каким-то основным телефонам своим друзьям, родственникам, близким. И если ваш электронный гаджет сел, сломал, потерялся или его просто украли, то сделать это будет достаточно проблематично. Но мы отвыкли запоминать телефоны и хранить их у себя в памяти. Раньше-то хоть на бумажках записывали. А без электронного гаджета мы будем вообще без рук. А тут посмотрел на часах номерочек, одолжил, не знаю, у прохожего сотовый телефон и сделал необходимый тебе звонок. Я считаю, это очень круто. Вот правда, такой функции реально не хватает во многих часах. Что мне не понравилось в этих часах, так это их размер. Я эти часы выиграл на аукционе eBay. И мне они казались довольно крупными. Я вообще не люблю мелкие часы. Ну, просто не моя тема. И вот они мне пришли. И я такой, блин! Ну что же вы такие козявки-то? Да, кстати, они еще и без ремешка были. Ну а поскольку часы действительно классные, чтобы как-то вот решить эту проблему, я стал искать достаточно массивный ремешок на пульсник. Ну, чтобы часы выглядели более внушительно, что ли. И вы не поверите, я больше года потратил на поиски подобного ремешка. Основная проблема была в том, что вот это посадочное расстояние у всех современных ремешков, ну, достаточно большое. А на этих часах оно весьма мелкое. И подобрать ремешок было, ну, просто мукой какой-то. В итоге, этот ремешок мне сделал Саня Романов. Крутейший мастер кожаных дел, который обычно делает немножко другие вещи. Ну вот, например, зацените, какие ножны он сделал для моего якута. Красотища! В общем, Сане спасибо! Ссылку на него я оставлю в описании. Если вам нужно что-либо сделать из кожи, смело пишите ему, он это сделает просто отлично. Ну и вот, благодаря вот этому грамотно сделанному ремешку, мои МРЖ-1 приобрели брутальный внешний вид, и теперь они надолго посерятся у меня на руке. Я вообще очень люблю хорошие часы. Я считаю это одним из главных мужских аксессуаров, сродни хорошему складному ножу. Так что, если вам эта тема близка также ко мне, то поддержите видео лайком, и часовая рубрика «Надолго посерится» на канале «Мужская берлога». На этом всё. Острых ножей вам и хороших часов. Всем пока и до встречи в сети. Субтитры подогнал «Симон»